друзья всем привет сегодня у меня тема видео форс-мажорная на самом деле сегодня я хотел показать видео на тему удобрения орхидеи подкормка удобрения орхидейных цветущих находящихся на мокрых 5 пяточках вот доставая орхидеи взяв в руки вот эту вот красотку я обнаружил и кое-что и понял что тема сегодня будет другая почему потому что этого момента того что я увидел на этой орхидеи я ждал ровно получается сегодняшним днем три недели целенаправленно ждал когда же это проявится сегодня тема друзья о насекомых вредителей и о том самым ненавистным насекомым вредители это мучнистом червице который у большинства новичков вызывает дрожь и состояние ступора когда на орхидеи замечают этих белых пушистых гадов а вот сегодня пользуясь случаем друзья я хочу показать значит как значит заблаговременно заметить начало точнее первичные признаки появления этого насекомого когда его еще не видно самого а зато следы его появление уже на орхидеях имеются и вот как только появляются эти следы а я расскажу что нужно делать какими препаратами быстренько обрабатывать орхидею самый наверное простой доступный способ как побороться с этим недугом ну и собственно посмотрим мы на причины и следствие вершки и корешки в общем все друзья в одном видео но чтобы было все интересно как вы любите а начнем с небольшой предыстории значит вот эту орхидею а это та самая орхидея которая у нас участвует в проекте нужно ли мыть помните мы летом пересаживали орхидеи с вопросом таким нужно ли мыть корни орхидеям грязные корни вот задали вопрос а мы как раз эту орхидею потрошили потом пересадили вот в такую стимулирующую посадку вот в эти кубики вот эти вот кубики и буквально друзья это беглипчик такой красивенький да смотрите какой краса красавчик вот и буквально 5 декабря сегодня у нас 27 декабря ровно получается 22 дня но три недели три недели назад я показывал эту орхидею как вариант наращивания корней мы и сюда поставили для наращивания корешков стимулирующая такая посадка ну и собственно говоря как быстро у нас орхидея адаптировалась нарастила новый вот цветонос раскуклила старую почку на предыдущем цветоносе ну и собственно вот она у нас зацвела я охвастался показывал эту орхидею ровно 33 недели назад и значит на этой орхидеи заметил следы пребывания насекомого вредителя мучнистого червеца на нашем канале уже выходили видео о том я не раз рассказывал и показывал наглядно и следы наличия точнее появление этого негодяя и вот и показывал рассказывал как борюсь что делаю чем обрабатываю свои орхидеи и вот друзья три недели назад 5 декабря когда показывал у нас есть видео я ссылку видео оставлю в верхнем правом углу можете пройти посмотреть на это видео где я показывал последний раз эту орхидею и я обнаружил сперва знаете пару таких вот пятен на листьях характерных пятен то есть на мучнистый червец друзья появляется не сразу капельки и не сразу белые пушистые комочки на цветоносах на цветах где-то в пазухах на листьях мучнистый червец ищет место где ему присосаться где ему отложить яйца начать развивать свою колонию чтобы вы понимали самка у мучнистого червеца не летает а вот самец мучнистого червеца летает и есть предположение что самцы переносят самок самцы летают значит как разведчики выискивают растение ослабленное с иммунитетом ослабленным либо незащищенные незащищенную орхидею от насекомых вредителей да там нашими препаратами и значит возвращаются берут самку и высаживают ее это смешно выглядит друзья но это по всей видимости именно так и работает потому что самки не летают у мучнистого червеца и самки не могут перепреодолевать ползая огромное расстояние а вот самец прекрасно летает разведают обстановку потом переносит самку и самка уже начинает перемещаться по поверхности растения выискивать сокотоки тонкую стенку растения где близко к поверхности находятся где сок находится и ползая по поверхности а именно по листьям орхидеи а самка оставляет вот такие разведывательные я вот вам сейчас покажу вам должно быть видно ну вот видите пятно она отблескивает а вот три недели назад я когда показывал эту орхидею я заметил но вы знаете заметил пятнышко дотронулся она липкая вот дотронуться она как будто знаете сахарная водичка как будто брызнули она испарилась и сахар остался и мы такие раз так 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 она липкая я еще подумал думаю ну наверное показалось потом когда видео закончил снимать обследовал орхидею обнаружил еще пару таких подобных пятнышек так я не знаю вот отсветит они они отсветят ну я камеру сейчас еще перри а вот но наверное вот отсвечивает видите на поверхности смотрите про проблескивает проблескивает пятнышко а вот тут на поверхности на ребрышки проблескивает вот еще на одном цветать на листике пятно отблескивает вот видите смотрите эти пятнышко при ближайшем рассмотрении пятна похоже я уже не раз рассказывал похоже на знаете на мелкие брызги вот когда мы зубы утром чистим ну не совсем такое знаете приятное сравнение но это так вот когда мы зубы утром чистим до пасты перед зеркалом и там когда близкого так раз 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 и вот эти мелкие такие крапушки попадают на стекло беленькие такие тоненькие беленькие крапочки вот примерно то же самое на листьях когда вот взяли мы зубную щетку и от по щетине вот так вот провели пальцем и она брызнула пучком кучненько так на поверхность да вот примерно вот такие пятна вот такие пятна они появляются на листьях и знаете там на одном месте на другом не не с обратной стороны листьев а вот именно сверху именно сверху это самка ползает по поверхности и ищет места до того момента пока она не доберется либо до самих цветов бутонов цветоносов потому что цветоносы друзья это самое самое и сами вот цветы для насекомых вредителей для трипсов для щитовки для мучнистого червеца это друзья самая вкуснятина примут прямо десерт десертный а если а цветоносов и бутонов нет то тогда эти насекомые вредители отправляются поглощать свежую молоденькую ткань новые листочки которые появляются начинают портить их там обгладывать обкусывать но если и их нету тогда начинают где-то на основании селиться в пазухах размещаться и вот друзья в этот момент когда мы замечаем вот такие вот первые признаки появления насекомого вредителя а вот такие значит следы оставляют именно друзья два насекомых вредителя точнее три первый это путин оранжерейный клещ но вероятность его подхватить она крайне низко он так и называется оранжерейный потому что он в большинстве своем любит парниковый эффект а селится в оранжереях в теплицах и очень редко друзья он попадает в наши коллекции последний раз я встречал его на н года три назад когда видео на эту тему снимал вот и мы обрабатывали орхидею от оранжерейного клеща все-таки от клещей в теплицах очень хорошо обрабатывает вот мучнистый червец а это друзья самый распространенный который может появиться на пути в промежутке от оранжереи до вашего дома может в магазине может где-то на цветочной базе самец успеет при при привести десантировать самку на растение а потом самка попав распакуется на сотни на десятки на сотни других насекомых вот поэтому самый распространенный это на первом месте это прям вот именно мучнистый червец и нужно быть готовым к нему значит я в прошлых видео вам всегда рассказывал такой хвалился весь такой постоянно такой вот весь напыщенный что я пользуюсь супер средством вот таким оберон рапидом который защищает все мои растения переходить периодически обрабатывают да действительно оберон рапид в том числе справляется и с мучнистым червецом и с этими со всеми трипсами в общем со всеми насекомыми вредителями если если обрабатывать раз в 2 в 2 месяца стабильно раз в 2 месяца и обрабатывать опрыскивать хорошо то есть со всех сторон оберон рапид проникает под поверхность ткани и в таких мешочках если через огромный микроскоп смотреть он как бы как знаете какая кольчуга своими этими мешочками изнутри ткань вот эту поверхность защищает и когда насекомое прокусывает она хочешь не хочешь попадает в этот мешочек соснула сок и окочурилась вот а если плохо обработали какой-то участок не опрыскали да а или вот в нашем случае например орхидея сама обработаны и уже несколько раз я замечал и рассказывал и показывал и те кто постоянно смотрит канал те вспомнят что значит когда мы с вами фантом орхидею раз разделяли на нее тоже напали насекомые вредители напали на детку да то есть когда я обработал орхидею мамашу прошло там 1 2 3 4 недели вылезла детка на поверхность мы успели ее отделить и там раз и на детку напали насекомые потому что она была не защищена мы маму то обработали а детка была внутри еще она не успела вылезти мы обработали и все сама мама защищена защищена детка вылезла выросла где-то какой-то негодяй самец или какой-то там еще насекомые вредители увидела свободную кассу деточку до заселилась и начал ее грызть мы обработали оберона рапидом и все все стало хорошо это первый момент второй момент когда мы обработали орхидею она начала растить цветонос то цветонос растущий он не защищен но сам по себе цветонос он особого интереса пока не вызывает у насекомых вредителей а вызывать начинают именно бутончики когда начинается бутона формирования и распускаться вот такие вот бутоны вот тогда они привлекают огромное внимание и вот важен момент друзья успеть обработать орхидеи на стадии бутона образования когда вот есть вот такие вот цветоносы сейчас я покажу вам вот одна из пяти орхидей которые мы недавно пересаживали с вами с цветоносами они у нас продолжают расти цветоносы вот и вот на этой стадии вот когда только вот формируются бутоны важно опрыскать орхидеи именно допустим если мы оберон рапидом обрабатываем то оберон рапидом обработать и спать спокойно я по какой-то причине возможно ну не могу сейчас я сказать но по всей вероятности я либо не обработал эту орхидею хорошо потому что последняя у меня запись обработки этой орхидеи два месяца назад два месяца назад то есть возможно я ее не обработал это раз второе возможно еще какие-то причины но вот может быть слаб иммунитет ну что маловероятно потому что у орхидеи но вы сами видите она растет все хорошо с ней все нормально но вот три недели назад я обнаружил пятнышки характерны сегодня три недели спустя думаю ничего не буду трогать хочу прям специально посмотреть что будет дальше с этой орхидеи какой насекомое вредитель либо мучнистый червец либо щитовка щитовка тоже оставляет это третье насекомое но она в середине то есть крайне редко оранжерейный клещ чуть реже щитовка и очень часто такие следы оставляет мучнистый червец вот только три насекомых вредителя оставляет вот такие пятнышки я сейчас камеру переключу и покажу поближе в смысле со своего ракурса потому что мне вот хорошо от окна отсвечивает и я прям очень хорошо вижу эти пятнышки я вам их покажу сейчас вот и покажу самого мучнистого червеца который вот прям свербит у меня прям перед глазами вот сидит сидят они колонии уже вот вот здесь вот на бутонах с обратной стороны и выкачивают сок один бутон они уже обсосали вот он видите уже бутончик того отправился в орху рай что делать друзья не у всех есть оберон rapid но зато есть самые наверное распространенные средства которым можно избавляться ну в принципе не от всех а вот от трипсов от мучнистого червеца в том числе от щитовки от тлей есть вот такое средство октара я пользуюсь только вот друзья октары вот в такой упаковке вот с такой голограммой вот меня спрашивали что там на твоей голограмме изображено значит друзья в центре изображено сингента ну название вот это вот вот здесь на синем фоне видите название сингента и вот здесь вот она отражается вот так у меня голограмма с такой голограмм очка я друзья и покупаю октару вот главное чтобы октара была не просроченная у меня до двадцать пятого года срок вот этой вот октары конечно то как мы традиционно обрабатываем и видео много на ю тубе как мы обрабатываем орхидеи октара замачиваем при поливе замачиваем корень это конечно расточительство расточительство в плане обработки вот такой коллекции как вот например у меня там 300 плюс орхидей там не одна сотня когда там пару десятков друзья можно замачивать корни не вопрос все все хорошо но вот я уже в одном из видео рассказывал и показывал что октары удобно очень опрыскивать именно опрыскивать по листьям и тоже очень хорошо октара работает единственный момент что просто нужно добавлять прилипать или вот сегодня мы обработаем октары почему потому что значит расход при поливе у нас октары чтобы запролить все вот эти орхидеи мне нужно не одно ведро орхидеи потому что одной и той же водой я не могу я не поливаю орхидеи чтобы не заразить не перенести какие-нибудь вирусы еще что-нибудь ну в общем и я не рекомендую одно дело там две-три орхидеи как в которых сто процентов уверен и совсем другое дело когда там их 300 орхидей поэтому самая оптимальная обработка это по листу в любом случае друзья вода попадет на листья и орхидея их впитает а чтобы хорошо впитала нужно просто добавить прилипатель в раствор чтобы октара вода с октары немножко задержались на листьях а чтобы точно орхидея впитала октару при опрыскивании нужно чтобы вода была теплой около 40 градусов то есть боятся ее не надо такой температуры почему потому что ну я хоть и говорил что при 40 градусов корни орхидей перестают работать но это друзья когда мы 40 градусов заливаем в горшок да когда мы 40 градусов но пока вот я рассказывал на уже остыла у меня было 40 градусов а когда опрыскиваем здесь буквально секунд две и вода это остывает при полете на листья орхидея она уже будет градусов 30 а при попадании на сами листья и при истекании она будет уже той температуры которая у вас непосредственно температура в этом в комнате в этой до в какой вы будете обрабатывать обрабатывать нужно вдалеке от питомцев то есть там в ванной и что в ближайшее время в час-два тут точно в ванну в два часа ближайшие два часа ван никто не зайдет в общем в помещении вот у меня здесь помещение закрывается я обрабатывать буду эту орхидею собаку выведу кота вынесу обработаю выйду и закрою и сюда несколько часов заходить не буду и пускать никого не буду дверь будет закрыта у меня такая возможность есть значит как я буду разбавлять вот эту актару значит я буду обрабатывать четыре раза друзья до актарой нужно обрабатывать четыре раза с периодичностью раз в 5-7 дней не меньше и не больше 57 это оптимальный средний промежуток времени как раз это на то что если мы обрабатываем а в настоящий момент где-то у нас там яйца уже от си отложены мучнистым червецом в ткань сами яйца не питаются они просто яйца они ничего не впитывают но зато когда они раскрываются а мы уже обработали допустим да то есть они вылезли на них ничего не действует да и они вылазят начинают опять размножаться поэтому чтобы на них опять актара подействовала актара она системного действия то есть она проникает внутрь буквально через там два-три часа после обработки актара попадет непосредственно в цветонос и дойдет до бутонов поэтому смыслом опрыскивать актарой сами цветы нет можно опрыскивать цветы только те которые уже раскрылись и ни одну неделю цветут когда сок уже практически не ходит или ходит он медленно в цветущие долго цветущие растения сок внутрь заходит крайне медленно и к тому момент пока он зайдет актар уже успеет ну выветрится и потерять свои свойства поэтому хорошо сок ходит в цветущих точнее в растущих цветоносах и вот в начинающих цвести поэтому важно полностью опрыскать сами листья со всех сторон со всех сторон и чтобы это актара успела пленочкой с прилипателем какое-то время там полчаса час-полтора побыть на поверхности чтобы вода была теплая потому что при теплой воде а устица у орхидеи раскрываются x впитывает в себя все что на поверхность попадает это вот такой главный момент и еще один момент это а то что так что хотел еще добавить то что значит теплая раз в пять в семь дней желательно это делать первый раз перед поливом не когда мы полили орхидеи и после этого а когда орхидея хочет пить но вот у меня полив был почти две недели назад и в принципе уже я могу эту орхидею опрыскать а я ее опрыскаю а вот сейчас мы приготовим раствор и опрыскиваем значит как я буду готовить раствор первый и второй полив опрыскиванием у меня не полив опрыскиванием октары у меня будет 1 грамм октары на 1 литр воды 1 грамм октары на 1 литр воды вторые два полива я буду не полива опрыскивание я буду делать 2 грамма на литр воды мне этого литр друзья вот этого литра хватит ну наверное вот на все орхидеи которые вы видите вот за моей спиной на все хватит от этого литра опрыскать все орхидеи вот этим и экономично экономичен тот момент что опрыскиванием потому что сейчас дорогая октару такой пакетик на им сто пятьдесят рублей стоит такой пакетик а нам его мне нужно будет ну как минимум сколько значит на первые 22 пакета мне нужно мне будет при опрыскивании мне два пакета на всю коллекцию мою представляете а если мне замачивать корни то мне пакетов наверное ну я не знаю наверное пакетов наверное ну при первом поливе сколько пакетов у меня уйдет пакетов 10 при втором 10 при третьем 10 и при четвертом ну как минимум тоже 10 то есть ну пакетов 40 чтобы мне замочить все корни орхидея так вот всего лишь 221 пакет мне понадобится на первые два полива и один по иду один пакет на вторые два полива в пакетике 4 грамма я сейчас отсюда 1 грамм возьму а и мы с вами приготовим и опрыскиваем вот эту вот орхидея октары так что еще хотел добавить ну собственно и все наверное да да давайте обработаем ее так друзья ну вот она наша с вами орхидея сразу хочу вопрос такой откуда у меня могли появиться эти насекомые значит друзья но покупаю же орхидеи приношу их сюда и не сразу там спешу обрабатывать их от насекомых ставлю здесь у себя в оранжереи они у меня стоят я их распаковываю спокойненько вот видите на бутоне вот они видите пушистик какой вот это друзья и есть мучнистый червец который мучнистый негодяй видите они уже здесь колонию развели и высасывают бутон один уже обсосали и с него переместились на другой бутончик так с обратной стороны у этих цветов вот они там тоже видно и здесь вот а и вот на этой а на этом листе на обратной стороне вон они видите под под ножкой если обратите внимание вот они там вон они вот он сидит видите прямо у основания он эти негодяй какой и вот они на цветах значит больше нигде вот так вот если посмотреть их на листьях нигде тут и нету так вот это у нас чё не пойму вот видите спрятался в кусочки коры у нас здесь пушок остался но не сам мощнистый червец а пушок ну вот мощнистый червец имеет тоже такое знаете свойство находиться и на поверхности грунта до двух сантиметров вглубь то есть вот в этой толщине 2 сантиметра вглубь а мощнистый червец тоже имеет свойство ползать то есть он там как бы не селит не откладывает свои яйца но прятаться при неблагоприятных там температурах или еще что-то такое он имеет свойство прятаться поэтому здесь и важен момент акт обработка актарой не один раз вот даже на мало на молодом бутоне видите смотрите на молодом бутоне вот видите и вот мы сейчас с вами приготовим растворчик и обработаем их так а сами следы теперь самые следы друзья сейчас будем ловить буду ловить вам ракурс при котором чтобы отсвечивали пятна эти чтобы вам прям наглядно их показать так ну вот так давайте сейчас подсветку выключу хоп-хоп вот так будет лучше видно вот видите вот оно пятно она ну вот я думаю видно его вот здесь вот видите пятна этни вот они вот они поблёскивают видите вот а не вот как хорошо видать смотрите видите такие прям крапушки 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 блестящие смотрите все по загадили все по загадили вот 3 недели назад было всего вот парочку пятен таких а сейчас вот все листья покусаны все листья испробованы на они пробуют они пытаются прокусить поверхность и посмотреть какая толщина от отложить яйца ищут самое тонкое место так где еще так ну в общем я думаю что вы увидели такие эти характерные пятна вот они видите блестят вот они и они такие знаете пальцем если дотронуться они ну вот как будто бы сладкой водой полили вода испарилась а сахар остался и вот они прямо на поверхности на поверхности вот не очень хорошо их видать вот они вот видите вот прям вот прям края все обгрызли так ну что давайте готовить включаю подсветку и будем готовить им теплый прием в кавычках так значит октара беру я сегодня 1 грамм я уже в одном из видео рассказывал что один грамм он сыпучих веществ которые мы используем ведь он такой какой-то октара такая серая какая-то серая значит 1 грамм это равняется по мерному стаканчику потому что не у всех есть такие мини весы чтобы отмерить вот у меня обычный колпачок от удобрений он всегда продается колпачки на буйских удобрениях на бонефорте удобрениях и вот такие деления здесь вот есть два с половиной миллиграмма а я уже рассказывал что один миллиграмм он один равняется одному грамму сыпучего вещества вот я сейчас наберу один грамм друзья там плюс-минус особо не надо зацикливаться вот ну вот как раз я думаю что где тут у нас рисочка два с половиной и вот половину этой рисочки будет один с небольшим но это может быть даже и много но я думаю пойдет потом все равно мы почти под риску сделаем два последних и это важный момент почему увеличиваем дозу потому что может значит октара может вызывать привыкание и почему четыре раза потому что если один раз мы обработали и орхидея точнее не орхидея а кто-то попробовал и потом выжил то он через некоторое время у него происходит как сказать адаптация то есть он получает знать как вакцину так вот еще у нас тут видите тоже пушок сейчас мы ведь они прям тут молодцы они прям так ну не страшно все это дело главное чтобы всегда в аптечке он у нас было с вами средства значит еще одно очень такой тоже неплохое средство нас есть посмотрите плейлист который называется уцененные орхидеи и там мы в этом плейлисте доступными средствами пользуемся и дегтярное мыло дегтярным мылом обрабатываем там тоже нужно обрабатывать орхидеи опрыскивать купать все и грунт и промывать дегтярным мылом тоже несколько раз это же избавиться но вот я предпочитаю как бы октара потому что есть она в продаже да вот дегтярное мыло я показал для жителей других стран где например такая вот химия как октара или как оберон rapid не продаются вот можно использовать а дегтярное мыло там уже все и прилипатель и все можно дегать отдельно использовать по инструкции разводить тоже с мылом мешать его с хозяйственным и обрабатывать орхидею вот купать это же четыре обработки раз в пять в семь дней существенно помогают избавиться от мучнистого червеца вот а тем более что кстати дегать он еще и антибактериальный так высыпаю антибактериальный препарат в том числе так размешиваем хорошенечко надо размешать вот ведь пока все дело показывал рассказывал вода уже остыла но ничего страшного хорошо надо размешать так и сейчас добавлю я биоприлипатель он может быть любой главное чтобы вот он был раньше я использовал мыло с нейтральным главное чтобы нейтральный пиашу мыло был вот ну здесь уже друзья на глаз вот я вот там пол колпачка вот так возьму добавлю на литр в принципе этого должно хватить так ну вот так все еще мы смешаем так проверяю как она будет во скатываться она ну как бы не должна скатываться а должна такой вот пленочкой ведь покрываться в видите хорошо ведь как все можно наливать в опрыскиватель это я закрываю до следующего раза через неделю дней шесть через дней шесть я вернусь со вторичной обработкой вот сейчас вот это вот все я на всех орхидеях своих обработаю весь раствор этот приготовленный так я сейчас налью покажу как буду опрыскивать но для начала я выведу отсюда свою собаку которая сейчас спит у меня под столом и опрыскиваем с вами вот это растение наше так я покажу как будем опрыскивать так мася так ну все друзья собаку я вывел сейчас опрыскиваем с вами эту орхидею хопа убираем в сторону камеру так ну вот со всех сторон листья прямо это бутоны кстати пока еще не раскрылись от тоже могу и обрыскать их со всех сторон через несколько часов грунт тоже пропрыскиваем так вот грунт по поверхность потому что актара она в том числе еще системного и такого контактного действия все сами цветы тоже можно опрыскивать в одном из видео я рассказывал как опрыскивать цветы главное чтобы вода капала падала на растение с тыльной стороны и сверху чтобы вода ни в коем случае не попадала вот на эту центральную колонку вниз потому что снизу у нее капюшон такой если туда что-то попадает то капюшон закрывается и начинается процесс опыления и цветок начинает гаснуть так ну вот и и это тоже все опрыскал я со всех сторон так вот здесь еще с тыла все друзья вот так вот и вот таким образом я сейчас пройдусь по всем своим орхидеям по листьям чтобы актара попала внутрь вот растения через несколько часов раствор актары попадет уже непосредственно дойдет до самих бутонов вот конечно нужно еще механически лучше всего для успокоения механически убрать всех вот этих видимых которых видим мы экземпляров это можно зубочисткой обычно деревянный собрать их вот в одном из видео я показывал все друзья вот такой сегодня видео от начала до конца если я вдруг на какие-то вопросы не ответил то задавайте видео в комментариях под видео и я на них либо отвечу в комментариях либо а если еще не было на них видео то сниму видео на эту тему и не забывайте друзья подписываться на канал в яндекс дзене там выходят по два видео про уход за орхидеями ссылка на ссылка на канал дзене есть в описании под видео проходите вам это ничего не будет стоить а мне это будет очень очень приятно все друзья всем хорошего настроения всем до встречи в следующем видео всем пока кстати вон они наши стоят фея пурпурная фея и стоит мальвина к ним еще вернемся на днях вот так и